Приветствую вас! Еще одно интересное электронное устройство с Алиэкспресс попало ко мне в руки, я хочу вам о нем рассказать. Конечно, это устройство не имеет прямого отношения к радиосвязи, но в общем-то к радио, к радиочастотным излучениям оно как раз имеет самое непосредственное отношение. Это измерительный прибор, измеритель трех видов излучений. Измеритель высокочастотного электромагнитного излучения, измеритель электрического поля и измеритель магнитного поля. То есть это можно сказать три в одном прибор, измеряющий три физических величины. Итак, измерительный прибор, который называется EMF Tester, модель его ER02, измеряет три физических величины, которые в общем-то можно сказать часто связаны между собой. Имеет автономное питание, встроенную аккумуляторную батарею, цветной жидкристаллический дисплей, несколько кнопок и собственно на этом дисплее мы наблюдаем измеряемые физические величины. Измеряет он одну из трех в один момент времени только физических величин, не все три сразу конечно же. И мы сейчас с вами посмотрим, как он реагирует на всякие различные источники электромагнитного и другого излучения. Но прежде чем мы это сделаем, расскажу об основных особенностях конструкции. Как видите, маленькое небольшое устройство в пластиковом корпусе, есть на передней панели шесть кнопок. Одна из кнопок это естественно включение и выключение питания, другая кнопка называется режим и с помощью этой кнопки мы по кругу переключаем три режима основных, собственно три физических величины измеряемых этим прибором. Ну еще есть кнопка звук, включение и отключение звуковой индикации, включение режима отображения, текущего измеренного значения или в виде графика, как изменялось это значение во времени. Ну еще различные вспомогательные функции, переключение например отображения максимального значения или среднего, переключение яркости подсветки, инверсии дисплея и так далее. Все это можно делать с этих кнопок. Продается прибор вот в такой вот картонной синенькой коробочке. В комплекте есть инструкции по эксплуатации на разных языках, в том числе на английском, на русском нет и кабель для зарядки. Заряжается прибор от USB, на нижней стороне корпуса есть разъем microUSB и с помощью этого разъема можно зарядить встроенный аккумулятор от любого источника USB, например от телефонного адаптера. Диапазоны измеряемых величин у этого прибора заявлены такие. Напряженность электромагнитного, то есть высокочастотного поля, как здесь заявлено, высокочастотный режим называется RF. Такой от 0,01, то есть от 0,10 мВт на метр квадратный до 1800 мВт на метр квадратный. В диапазоне частот от 1 МГц аж до 10 ГГц. Так здесь заявлено. Соответственно электрическое поле он якобы измеряет от 1 В на метр до 2000 В на метр. В диапазоне частот от 5 Гц до 3500 МГц, до 3500 ГГц. И то же самое в этом же диапазоне от 5 Гц до 3500 ГГц. Он измеряет магнитное поле переменное, естественно, которое может измеряться как в милигауссах, так и в микротеслах. Диапазон измеряемых значений тоже здесь указан на задней стороне упаковочной коробки. Естественно вся эта информация тоже есть и в инструкции по эксплуатации. В общем-то параметры заявлены интересные, неплохие. Будем сейчас смотреть как все это работает. Первое, что так и хочется проверить, это конечно же электромагнитное высокочастотное излучение от переносной радиостанции. Включил прибор в режим измерения РФ, то есть высокочастотного электромагнитного излучения. Вот у меня есть такая китайская небольшая радиостанция. Сейчас она включена на диапазоне 433 МГц. Нажимаю на ней передачу и смотрим как реагирует прибор. С расстояния 20-30 сантиметров мы уже видим, что он нам показывает какие-то милеватты на метр. Подношу ближе, соответственно показания меняются и в общем-то доходят до критических красного цвета. Если включить в нем звуковую индикацию, то он будет пищать, когда эти показания будут иметь уже какие-то большие значения. Граничные значения тоже все указаны в инструкции. Вот начал пикать, подношу ближе, показания увеличиваются, пищит громче, а потом выключился. От высокочастотных наводок в дециметровом диапазоне произошло отключение питания у этого прибора. Нажимаю еще раз кнопочку включить, благополучно включился. Повторяем эксперимент. Частота 433,025. Нажимаю передачу, мощность 5 ватт, подношу ближе. Звук опять надо включить. Подношу ближе, начинает пикать, показывать увеличивающиеся значения. При поднесении антенны вплотную он просто отключается. Но это видимо просто от ВЧ-наводок. Местный контроллер, процессор почему-то решает отключиться. Давайте посмотрим теперь в диапазоне 144 МГц. То же самое будет излучать радиостанция на частоте 145 МГц. Включаю передачу, мощность тоже 5 ватт. Подношу ближе к прибору, антенну тоже начинает показывать больше и больше, но уже не отключается. Явно, что на двухметровом диапазоне или радиостанция меньше излучает, что маловероятно, она и там и там 5 ватт. Антенны более-менее работают на двухметровом диапазоне, значит прибор этот на двухметровом диапазоне имеет вероятно меньшую чувствительность. Как видите, с расстояния 10 сантиметров он показывает вот такие вот значения. Вплотную показывает другие, конечно же, побольше. Но, например, на дециметровом диапазоне он такие же значения, как вплотную на двойке начинает показывать расстояние 10 сантиметров. Это неудивительно. Конечно же, в нем встроенная есть маленькая антенна, которая чем выше частота в разумных пределах, тем более эффективна. Соответственно, на двойке она менее эффективна. Давайте, раз уж проверяем чувствительность в разных диапазонах, ради смеха посмотрим и на 27 МГц. Есть вот такая вот у меня CB-шная радиостанция, тоже с Алиэкспресс. Я вам про нее рассказывал. 4 ватта. Включаю передачу. Но вот с таких расстояний вообще ничего не показывает. Если поднести антенну вплотную, в принципе, какие-то маленькие показания образуются на этом приборе. Ну и, в общем-то, неудивительно, так как, во-первых, радиостанция это излучает гораздо-гораздо меньше. На 27 МГц вот такие антенки вообще не работают и действительно излучение ее несравнимо меньше, чем у КВ-шной радиостанции. Ну и, видимо, чувствительность этого прибора на 27 МГц все-таки значительно ниже. К сожалению, корпус прибора выполнен так, что в вертикальном положении он самостоятельно не фиксируется, не держится, так скажем, не стоит. И приходится его либо держать вот так вот руками, либо класть на стол. Вообще, корпус очень удобный. Он весь прорезиненный. Не с точки зрения герметичности и влагозащиты, а просто поверхности его имеют резиновые вставки, которые позволяют ему удобно держаться в руке, не скользить. Не скользить вот так вот по столу. Он очень плохо по столу скользит. Так что, в принципе, он удобнее. Только что вот так вот не стоит. Но, наверное, в обычной жизни это и не нужно. Это я сейчас его держу так вертикально, чтобы его можно было вам в камеру показать удобно. А в обычной жизни он и лежа на столе нормально поизмеряет, или когда мы его будем держать вот так вот в руке. Интересно, как ведет он себя при измерении магнитных полей. Опять-таки, постоянное магнитное поле он, конечно же, измерить не может. А вот переменная, то есть изменяющаяся, как-то он, видимо, измеряет. Давайте посмотрим, как он будет реагировать на постоянный магнит. Если его приложить и оставить в фиксированном положении, конечно, никаких показаний не будет. А вот если я буду двигать этот постоянный магнит, то, может быть, показания какие-то будут у этого прибора. Переключаю его в режим измерения магнитных полей. Исходное положение. Видим, что он 0 показывает. Вот есть такой магнит от жесткого диска. Буду его сейчас прикладывать, двигать, и мы видим, что прибор даже что-то показывает. Если этот магнит оставить в фиксированном положении и не шевелить, то показания падают до нуля. Явно чувствительность на магнитное поле, на изменяющиеся у этого прибора какая-то есть. Какие еще источники переменного магнитного поля могут быть? Вот, например, такой вентилятор с бесколлекторным двигателем, где в двигателе есть постоянный магнит. Постоянный магнит будет вращаться, если включить питание. И есть, соответственно, там катушки, электромагниты, на которые подается импульсами постоянное напряжение. Давайте включим и посмотрим, как он будет себя вести. Подаю питание на этот самый вентилятор. И мы видим, что сразу какие-то показания, заметные на приборе. Он даже у нас пищит и подносим его ближе. Начинает совсем огромные какие-то значения показывать. Если этот вентилятор отключить, то есть электродвигатель отключить, то у нас все эти показания очень сильно уменьшаются. Конечно, показания этого прибора очень сильно зависят от расстояния до источника излучения, так как все эти магнитные или электромагнитные поля убывают с расстоянием очень сильно. То есть, если расстояние у нас было 2 сантиметра, мы увидим одно показание. Если расстояние будет 4 сантиметра, то показание будет другое. Так как напряженность поля, например, электромагнитного, убывает пропорционально третьей степени от расстояния. Поэтому, если мы расстояние в два раза увеличим, то напряженность поля уменьшится в третьей степени от этого самого расстояния, от изменения расстояния. Так как пространство у нас трехмерное и мощность ВЧ-излучения расходуется в три направления. Если мы в одном направлении, так сказать, удалились от источника излучения, то источник излучения излучает во все стороны и получается, что вот так вот в третьей степени зависимость. Поэтому, конечно, показания этого прибора будут очень сильно зависеть от расстояния до излучающего объекта. Давайте посмотрим еще раз, как это выглядит на примере электродвигателя постоянного тока. Когда близко к нему находится прибор, то вот такие большие показания. Чуть-чуть я увеличиваю расстояние и показания прям сразу же в разы во много раз падают. То же самое будет и с излучением высокочастотным от радиостанции. И посмотрим, как этот прибор измеряет электрическое поле. Соответственно, кнопочкой режим я переключил по кругу, переключал высокочастотное поле, магнитное поле и теперь электрическое. Так и написано электрик. Вот здесь у меня есть вот такой провод, который включен в обычную розетку питающей сети. И когда я этот провод подношу ближе к прибору, он начинает показывать вот такие значения. На всякий случай напомню, что в питающей сети с напряжением 220-230 вольт пиковое амплитудное значение равно напряжению порядка там 330 вольт или что-то около того. Сейчас уже не помню точное значение, вычислять не хочется. Это амплитудное значение нужно умножить на корень из двух, порядка 300 с чем-то вольт. Вот он нам эти 300 с чем-то вольт и показывает, если его приложить вплотную к этому проводу с напряжением питающей сети. В общем-то, я бы сказал, что измерить достаточно точно электрическое поле вот так вот бесконтактно у какого-то провода. Задача не самая простая, я имею в виду точность измерения. И этот прибор, конечно же, с этой задачей, мне кажется, справляется. То есть, точнее, наверное, сложно бы это было сделать. Хотя, с другой стороны, наверное, какие-то есть приборы более точные. Но я, по крайней мере, доволен тем, что этот прибор вот так вот показывает именно в районе 300 вольт, в районе амплитудного значения, который присутствует в сети. Давайте еще такой забавный эксперимент проведем, раз у нас заявлена работа этого прибора в режиме измерения электромагнитного излучения высокочастотного аж до 10 ГГц. Это, конечно же, забавная цифра. И мы посмотрим, как он реагирует на излучение высокочастотного генератора. До 10 ГГц, конечно, у меня сейчас нет генератора под рукой, но вот есть до 6 ГГц. Антенна подключена не резонансная, не диапазонная, никакая. Грубо говоря, просто штырек длиной 12-13 сантиметров с разъемом. Вот эта антенна. Прибор измерительный наш включен в режим измерения высокочастотного излучения. Подносим его к этой самой антенне. Частота на генераторе 2,2 ГГц. Мы наблюдаем какие-то показания. В общем, что этот прибор показывает. Буду сейчас менять частоту прямо по ГГц сразу. У меня в этом приборе курсор установлен на ГГц. И будем менять по одному. Поставим 1200. Вот на 1200 прибор гораздо больше показывает значение. Видимо, чувствительность его там больше, чем на 2 ГГц. Возвращаемся опять на 2. Показывает меньше. Переходим на 3 ГГц. Вообще огромные какие-то цифры показывает. Видимо, где-то здесь резонанс или у приемной антенны этого прибора, или у моей антенны, которая подключена к генератору. У штырька 15-13 сантиметрового резонанс на 3 ГГц. Что мало, конечно, вероятно, но не исключено. Повышаем частоту дальше. На 4 ГГц что-то чувствительное совсем упало. На 5 ГГц тоже небольшая. Но, в общем-то, она есть. Что-то он слышит, что-то он принимает. Ну и последняя частота 6 ГГц. Совсем уже почти ничего не видно. Повторюсь еще раз. Антенна на этих диапазонах не работает. Просто штырек на 6 ГГц работать не будет. Нужна какая-то антенна специальная диапазонная. Поэтому, конечно же, на таких частотах это все баловство с помощью такой антенны излучать. По крайней мере видно, что этот детектор, этот измеритель электромагнитного поля хоть как-то, но реагирует на излучение в диапазоне 6 ГГц. Давайте еще раз я сейчас по диапазону вниз буду спускаться с шагом 1 ГГц от 6 ГГц. И посмотрим, как он себя будет вести. 6 ГГц. Соответственно, 5. 4. 3. Опять какие-то огромные значения. 2. И 1 ГГц. Но можно еще 0 поставить. Будет частота 200 МГц. На ней эта антенна совсем не работает. И мы никакого излучения не регистрируем этим прибором. Вообще же этот прибор в режиме обнаружения высокочастотного излучения просто так, где попал, ничего не показывает. Если его подносить к компьютерным мониторам, я не знаю, к радиостанциям, включенным в режим приема, то он ничего не показывает. То же самое будет и в режиме измерения магнитного поля. Тоже он ничего не показывает нигде. Ну а в режиме измерения электрического поля он показывает какие-то значения. Потому что электрическое поле вокруг меня везде есть достаточно большое. Огромное количество здесь проводов с различным напряжением. И сетевых проводов 220 и всяких 12-вольтовых. Сами понимаете, здесь очень много источников освещения, съемочного оборудования. Поэтому все время он какие-то показывает значения в режиме измерения электрического поля. Но эти значения не такие большие. Конечно же я разобрал этот прибор, чтобы посмотреть как он устроен. Он состоит из одной печатной платы. Внутри корпуса которой расположен корпус из двух пластиковых половинок. Разбирается очень легко. 4 самореза в углублениях на задней стенке корпуса. Есть также аккумуляторная батарея литиевая. Одна банка емкостью 1 Ач. На печатной плате видим множество элементов. Один микроконтроллер и микропроцессор, с которого счищено, сошлифовано название. Сходу понять не удается какая это микросхема. То же самое касается и маленьких восьминогих микросхем, скорее всего, операционников, которые расположены рядом с этим контроллером. Конечно же в конструкции прибора ничего особенного нет. Но самое интересное это датчики, которые используются для измерения физических величин. Для измерения электрического поля используется печатная плата с нанесенной на нее проводящей поверхностью. Эта плата установлена вот здесь вот в верхней части корпуса прибора. Просто плата с металлизацией, которая подключена на вход каких-то цепей, на вход каких-то микросхем, скорее всего, операционников. Для измерения высокочастотного электромагнитного поля есть другая такая же маленькая печатная плата, которая расположена в боковой части корпуса. И на этой плате нанесена печатная дорожка, печатный проводник вот такой вот хитрой формы зигзагообразной. И, видимо, это и есть антенна. Видно по печатной плате, по схеме, что подключается эта антенна для измерения электромагнитного высокочастотного излучения через разделительную емкость на вход какой-то микросхемы. Эти микросхемы или операционник, или это и есть готовый детектор ВЧ излучения. Такие микросхемы тоже существуют. Ну и самое забавное это датчик измерения магнитного поля. Это обычная катушка, вернее можно сказать дроссель. Обычный готовый элемент, который впаян на плату и, как вы видите, установлен на двух своих выводах. Выглядит как резистор постоянный, но это не резистор, это такая катушка. Вот, собственно, все такая конструкция. Как вы видите, одна печатная плата, один процессор, который всем управляет. Немножко обвески и три вот таких забавных датчика. То есть антенна в виде печатного проводника на одной маленькой платке, на другой. Просто металлизация большая в качестве входного детектора электрического поля. И катушка обычная в виде дросселя, похожего на постоянный резистор. В качестве детектора магнитного поля, переменного магнитного поля. Наверное, если бы мне в жизни поставили задачу как разработчику создать прибор для измерения переменного магнитного поля, я бы, наверное, стал думать над конструкцией какой-то катушки. Как бы ее сделать более правильно, чтобы она была более равномерно чувствительна к разным частотам. Но тут особо не задумывались, поставили вот такую готовую деталь и она, собственно, что-то позволяет измерять. Может даже, собственно говоря, неплохо, зато прибор такой недорогой и позволяет хоть как-то, хоть что-то определить наличие этих самых излучений в трех диапазонах. Забавная такая игрушка. Ну и, конечно, многие скажут, а давайте посмотрим, как излучает микроволновка с помощью этого прибора. Давайте посмотрим. Естественно, она светит со страшной силой из всех щелей. Включаю излучение и смотрим в режиме ВЧ-излучение. Сейчас прогреется магнетрон. Вот он погрелся и страшные какие-то красные показания начались. Меняю местоположение прибора. В общем-то, очень много чего показывает. Давайте я ее скорее выключу, чтобы не сидеть рядом на таком маленьком расстоянии с этой микроволновкой, которая вот так вот светится. Это не какая-то неисправная микроволновка. Это обычная бытовая в нормальном состоянии. Они все так светят очень сильно. Я смотрел анализатором спектра и излучение микроволновки видно в квартире в жилой, в железобетонной, через несколько бетонных стен что-то допросачивается. И уровни там несравнимые с Wi-Fi роутерами. Уровни гораздо большие и при этом излучение непрерывное. Так что страшная штука, микроволновка светит очень сильно. Различные маломощные, тем более импульсные источники ВЧ-излучения. Например, Wi-Fi модуль телефона, который в данный момент по этому Wi-Fi показывает нам какое-то видео с YouTube. Конечно, никак не обнаруживается. Подношу я этот самый телефон и прибор ничего не регистрирует. Также, например, брелок от автомобильной сигнализации тоже в импульсном режиме работает. Может быть, иногда от него что-то просачивается. Я сейчас нажимаю на этом брелке запрос связи с машиной. Иногда этот запрос проходит, иногда не проходит, потому что помех много на 433 МГц. Но прибор в любом случае ничего не показывает нам от этого брелка. Потому что мало того, что маломощный передатчик, антенна очень маленькая, неэффективная. Еще излучение очень кратковременное, короткие пакеты, поэтому такие короткие пакеты прибор не регистрирует. Выправдание вышесказанного про короткие пакеты. Вот здесь в инструкции по эксплуатации заявлено, что время измерения 0,4 секунды. Sampling time здесь это называется. Поэтому, естественно, очень короткие пакеты, которые имеют продолжительность несколько миллисекунд или десятков миллисекунд, на этот прибор практически не видно. Или они должны быть очень-очень большого значения. Вот такой забавный прибор. Будет удобный момент. Посмотрю, как он реагирует на излучение высоковольтных воздушных линий электропередач и на контактную сеть железной дороги. Интересно, что он будет показывать. И может еще на какие-то другие источники излучения. Если что-то интересное увижу, то расскажу вам об этом отдельно. А сейчас пока все. Спасибо, что смотрели это видео. Ссылка на страницу на Алиэкспресс, где такой прибор продается, есть в описании к этому видео. Смотрите также другие мои видео. Подписывайтесь обязательно на канал. Здесь был Алексей Игонин. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok